Меня зовут Юринев Юрий, приветствую вас на вебинаре второго гражданства РУНЖ, запасной вариант или эффективное решение. Сегодня мы на данном вебинаре рассмотрим с вами вопросы получения вида нажительства и налогового резиденства в других странах. Посмотрим, почему получение гражданства либо вида нажительства в какой-либо стране не является автоматическим условием для смены налогового резиденства, почему утратили годную популярность ранее популярной карибской программы получения инвестиционного гражданства. И также перейдем к наиболее оптимальным, наиболее интересным на сегодняшний день программам бизнеса миграции в Европе и за ее пределами. Итак, для начала я бы предложил разобраться в терминах ВНЖ, ПНЖ, гражданство, налоговое и валютное резиденство, как они связаны между собой, от чего зависят, какие права и обязанности предоставляют своим обладателям. Здесь удобнее будет рассмотреть на примере Европейского Союза и зоны Шенгенского соглашения. То есть для начала наиболее простым документом для пребывания на территории иностранного государства является получение обычной краткосрочной визы, будь то туристической, будь то деловой визы, либо полученной на любых других основаниях. Такая виза, она дает право на вхождение на территории страны Шенгенского соглашения в течение непрерывных 90 дней максимум. Примечательно, что сама виза может быть получена на более длительный срок, на год, на два или даже, скажем, на пять лет, так называемая мультивиза. Но в данном случае подсчет дней происходит из расчета 90 дней каждые 180, то есть 90 дней в течение полугода. Соответственно, по итогам года суммарно человек может находиться не более 180 дней на территории Шенгенского союза. Для того, чтобы иметь возможность более длительного нахождения на территории иностранного государства, необходимо получение ВНЖ, то есть временного вида на жительство. Это документ, который выдается, как правило, на один год. Но далее мы с вами увидим на примере, что существуют программы, по которым вид на жительство можно получить и на более длительный период. То есть этот документ дает право на длительное и непрерывное, что главное, непрерывное пребывание на территории иностранного государства. Постоянное местожительство или ПМЖ – это документ, который выдается на всю жизнь. Его получить можно либо по инвестиционным программам, то есть внеся определенные инвестиции. Сейчас извиняюсь, вижу ваши вопросы. Я предлагаю насчет трех месяцев на Кипре немного дальше перейдем. Расскажу подробнее, когда мы как раз-таки затронем вопрос получения налогового резиденции на Кипре по программе 60 дней. Так вот, продолжим. По поводу постоянного вида на жительство. Постоянный вид на жительство – это документ, который выдается на всю жизнь, который, как правило, можно получить либо на основании внесения инвестиций, либо на основании фактического проживания в стране на протяжении определенного количества лет. То есть что это означает? Что человек, получив изначальный вид на жительство на один год, его продлевать в течение срока в 5 лет, скажем, в среднем. Далее он получает право на получение бессрочного документа, этого ПМЖ. Причем, фактически, сам документ необходимо менять каждые 10 лет, но обновление происходит автоматически. То есть уже не нужно миграционным властям доказывать основания нахождения в стране, не нужно подтверждать никакие финансовые показатели. И, как я сказал, происходит это все автоматически. Ну и далее уже непосредственно получение гражданства. По поводу прав и обязанностей, которые появляются у человека с момента получения постоянного вида на жительство. По факту, ему предоставляются все те же самые права, что и гражданину этой страны. За исключением, пожалуй, в первую очередь, возможности избирать людей изданных. И также это получение постоянного места жительства может быть интересно для людей, для некоторой категории людей, которые по каким-либо причинам не могут получить подданство иностранного государства. В качестве примера это может быть, например, запрет на получение второго гражданства, который действует в таких странах, как, например, Казахстан, Эстония или даже в некоторых аспектах нашей Российской Федерации. Она ограничивает возможность при получении российского гражданства, российского подданства, заявитель должен отказаться от предыдущего гражданства. То есть, соответственно, есть определенные ограничения, по которым заявитель, человек, может быть не заинтересован в конечном получении паспорта гражданства иностранного государства. Именно для этого, то есть, и создано постоянное место жительства для того, чтобы человек мог проживать на территории этой страны, но не являться ее гражданином. Далее, что касается валютного и налогового резидентства. Понятие налогового резидента описано в статье 207 Налогового кодекса Российской Федерации. Им признаются люди, физические лица, которые находятся на территории Российской Федерации суммарно в течение 183 дней в году. Причем налоговыми резидентами могут являться как граждане Российской Федерации, так и иностранцы. Само понятие налогового резидента определяет, в каком размере необходимо платить налог с доходов физического лица, поскольку для резидентов он установлен в размере 13%, в то время как для нерезидентов составляет 30%. Примечательно, что буквально на днях Минфин подготовил на правил на согласование законопроект, который уравнивает ставки НДФЛ от трудовой деятельности нерезидентов в размере 13%. В случае, если этот закон будет принят, то начиная со следующего очередного налогового периода, то есть с начала 2021 года, данные ограничения для нерезидентов Российской Федерации будут сняты. С налоговым резидентством все более-менее понятно, давайте перейдем к валютному резидентству. Сейчас вернемся на один слайд назад. Валютными резидентами автоматически признаются все граждане Российской Федерации, которые, кроме тех, кто непрерывно проживает за границей не менее одного календарного года. То есть условие этой непрерывности может быть прервано даже в том случае, если человек приехал в страну буквально на один день. Какие обязанности возникают у валютного резидента Российской Федерации? В первую очередь это обязанность уведомить налоговые органы об открытии банковских счетов и о движении на них. То есть человек может получить вид на жительство, переехать фактически в другое государство, сменить налоговое резидентство, но посетив страну хотя бы на один день, посетив Российскую Федерацию хотя бы на один день, он автоматически будет признан валютным резидентом со всеми вытекающими последствиями необходимости декларирования и уведомления области о наличии на странах счетов. Этот вопрос очень важен в разрезе автоматического обмена налоговой информацией, который Россия начала обмениваться с другими странами-участниками ОСР начиная с 2018 года. То есть это означает, что налоговые органы нашей страны теперь могут подтвердить достоверность сведений, указанных в заявлении своих подманных, исходя из информации, полученной от своих коллег, то есть налоговых органов других стран, входящих в ОСР. Данный вопрос особенно актуален для Кипра, поскольку там проживает очень много наших соотечественников, которые не хотят полностью разрывать свою связь с Родиной. Но к Кипру давайте тогда немного позже перейдем. Сейчас я посмотрю ваши вопросы. Итак, если к 31-12 прошлого года человек признан налоговым резидентом, в течение этого года уплачивая за него как за резидента РФ, по итогам года пересчитываем? То есть подсчет дней происходит, да. Дарья, в отношении вашего вопроса. Налоговое резидентство определяется на 31 декабря календарного года, то есть отчетного года. Соответственно, это происходит уже постфактум. Пересчета никакого не происходит, поскольку определение статуса налогового резидента уже фактически после прохождения этого конкретного отчетного периода происходит. То есть если в 2018 году человек являлся налоговым резидентом РФ, соответственно, он платит налоги в России. Если же нет, то, соответственно, в стране своего налогового резидентства. Что касается валютного резидентства, совершенно верно. Кирилл, то есть достаточно будет в заездах даже на один день для того, чтобы быть признанным валютным резидентом РФ. Что касается, что еще можно добавить по поводу налогового резидентства, это правила подсчета дней. То есть день прилета и отлета в паспорте, то есть пересечения границы считаются днями на территории Российской Федерации и определяется резидентство по итогам года. Буквально недавно наша Федеральная налоговая служба дала возможность на получение сертификата налогового резидентства в упрощенной форме, в более короткие сроки. И его теперь можно заказать онлайн на сайте налог.ру. Ссылку вы можете видеть в этой презентации. В случае же, если человек не получил, по каким-либо причинам не получил сертификат налогового резидентства, в качестве подтверждения также могут выступать в том числе и штамповое пересечение границы в загранпаспорте. Как же можно сменить налоговое резидентство? На самом деле для смены налогового резидентства важным является только один фактор. Это фактически переезд на территорию другой страны, поскольку получить вид на жительство это недостаточно. То есть наличие миграционного документа, возможности уехать в другую страну еще автоматически не признает вас новым резидентом этого государства. Соответственно, если вам необходимо уйти от налогового резидентства Российской Федерации, единственный выход – это фактически переезжайте в страну, в которую вы получили документацию. То есть переехать в страну можно на разных основаниях. Это может быть сразу получение гражданства по инвестиционным программам, получение постоянного места жительства, получение так называемых золотых виз, либо стандартных видов на жительство по бизнесу, по финансовой независимости, либо на других основаниях. Здесь как раз таки и необходимо будет далее доказывать в иностранном государстве количество дней, проведенных на территории этой страны, путем предоставления паспорта, если человек на данный момент еще не получил сертификат налогового резидентства. Бывают такие случаи, что налоговые органы разных стран одновременно признают заявителя, подданным для налоговых целей в своем государстве. Это называется конфликтом двух налоговых резидентств. В данном случае применяются правила, предусмотренные в соглашении об избежании двойного налогообложения. То есть в первую очередь это критерий центра жизненных интересов. То есть определяется, где у человека имеется больше так называемых привязок. Наличие недвижимости, наличие семьи в этой стране, наличие в том числе даже автомобиля, либо офиса компании может быть признанным центром жизненных интересов. Интересно, что на практике однажды даже наличие у заявителя имелось абсолютно идентичная ситуация в двух странах его резидентства. То есть и в одном и в другом государстве у него явилась недвижимость, и в одном и в другом государстве у него имелись какие-то дополнительные привязки, и власти не могли определиться, в какой стране он все-таки имеет больше привязок, больше связей. И, соответственно, дальше по факту решающим фактором стало, как ни странно, наличие собаки в одной из государств. И то есть на основании того, что у человека имелась собака, которая проживала с ним в одной из этих стран, то, соответственно, в этой стране он и был признан другим резидентом. Субтитры создавал DimaTorzok